Здравствуйте, мой квартирник. На самую веру поднимай экспозицию. Здравствуйте, господи, господи. Здравствуйте, 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 господи. господи. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. господи. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. Здравствуйте, господи. Гринс. Дэнт. Гринс. Три семерочки. Я подумала, ты ждешь, наблюдая стрелок бег, а во мне последний дождь переходит в первый снег. Когда в регион Москва Собянин отвечает, когда подружка накачала губы и верит, что полюбят богачи, не спорь, не будь навязчивым и грубым, молчи. Я хочу о этой книге спросить, чем же это все закончится? 111. 111. Это что, счет какой-то у вас? Нет. Отпишись от моей страницы и забудь мой небрежный стиль, нам с тобою не пожениться и наследников не крестить с телефона уже в постели, не терзать непокорный скайп, отпишись уже, в самом деле, и ступай. Держите, надеюсь, что ответил на ваш вопрос. Последний вопрос в жалобной книге. Я обещал вам. Ну что ж, все, друзья, я прошу выключить свет в нашем зале. Я поставлю сюда этот большой барный стул, чтобы всем было видно даже вот, наверное, куда-нибудь вот сюда, чтобы было поближе. Соло, наверное, сама его переставит в случае чего. Спасибо огромное, что все пришли. Ну, в этом зале хватает всего. Здесь много приятной такой дружественной атмосферы, много телефонов, которые все снимают, фотографируют. Ну, пока снимать некого, поэтому приготовьте средства записи и встречайте! Соло! Где ты, мой милый? Здоров, ликонь! Как на чушь пенеклимат Свечку зажгла у святых икон, А на душе тоскливо Снился мне ночью неравный бой Ты, а вокруг арабы Чувство, милый, беда с тобой Чувство рядом Баба Снилась мне, милый, Что ты в плену Сердце отборит жалость Хочешь, мучитель проклянул И не за туплю кенчалая Кого могла твою боль унять Всю забрала тогда бы Только предчувствуй меня Предчувствуй Рядом? Бабы Снился мне ночью Тебя тревал Страшная непогода Видела, как ты держал штурвал И уходил под воду Чувствую, выпрошенной волной Плачешь Под полу, мама Вышел Один ты А все равно Чувствую Рядом Бабы 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 Они не бабы Не в нее влюблены А в меня Вне пятнадцать Вам пятнадцать с половиной Ну, мы идем по каналу Грибоедова И я влюблю Читаю стихи Была Жара Непрасивая В крови Кипело молоко А ты сказал, что я красивая И я поверила Легко Мне захотелось приостаниться И ярче подвести глаза Я поняла, что я красавица Когда об этом ты сказала Я больше не смогла Судулиться И кушать не смогла Три дня И мы пошли По летней улице И все глядели На меня А зной Клевал прохожих В темечку И кукарекал Петушком Такая Страшненькая Девочка С таким Красивым На самом деле Может скажем Правду Он на тебе Не женится 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 Близости еще не брак Время принять решение Время твой злейший враг Ты с ним везде катаешься Устрицы и вино Сладкая сказка та еще А предложение ноль Шепчут подруги С завистью Принца не упусти Ты без конца терзаешься Ты поменяла стиль Ближнее окружение Список любимых блюд И на давай поженимся Вечная Я люблю Кое что Увеличило Даже не отрицай В общем-то Все в наличии Кроме Увы кольца Тикает время в котиках Возраст не дать не взять Годик идет за котиком Дальше тянуть нельзя Сложное положение Нервы напряжены Если же них не женится Жуткое изображение Слышатся голоса Он на тебе Держится Письма начнем бросать Редкий роман Кончается Сказочным подменец Люди не зря встречаются Брак не всегда Конец Стерпится Значит Слюбится Сложное В простоте Все непременно Сбудется Главное Расходи Аплодисменты Это хорошая очень песня Я все пытаюсь Когда ты пристроят Как стать замуж И выдать Просто сидеть Подождите Я вам расскажу Струк-трук Это песня Сильной женщины Два Куплета Ребятки И самое главное Бонус трек Подождите Коня На скаку Остановлю Я сильная женщина I love you Ты был неухоженный А теперь Я стану заботиться О тебе Коня на скаку Эй, лягой рукой Ты можешь расслабиться Дорогой Тебе напрягаться Не надо Вовсе Наслабься И получи Наслабься 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 Ты можешь Мне подавать Пальто И руку Привыходи Из авто И шубу Мне надо Дарить Собой Я сильная женщина Мне не больно Я твой Я твой самый Я твой Самый выгодный Вариант Ты просто скажи Что меня Заботишь Я с дамочкой Ударюсь Сегодня Разначь Меня срочно Своей Суперцей Пока ты серьезно Я с кем не спутался Ты же без промощи Зажали А я твой Родился Моя Секретарша Митро По делу Если поди Задавать место Я тебя По Дела Моя Секретарша Митро 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 Для победы Нужна Самая Малость Сильная Женщина За Е Да Аплодисмент Митро 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 Сначала водить опасно, и бабушка не велит. Но ты получаешь паспорт, как деду выжигули. В судьбе твоей подростковой случается перелом. Ты в этой машине скован, и ты не Алэнгелун. На улице дразнят страна, родня говорит, не верь. Ты едешь не в рестораны, а в правильный универ. Ты едешь, куда деваться, пусть дразят не первый раз. Но лет в девятнадцать-двадцать твой кузов меняет класс. И фору, и руль, и пары. Теперь это новый форт, и ты выбираешь пару, Чтобы ей предложить комфорт. Своей придорожной страсти, своих лошадиных сил. Но ты не король на трассе, а так эконом-такси. Ты молод, оперативно решаешь, звонишь, спешишь. И вот ты уже в спортивной машине, как опрессит. Ты модный, ты эпатажный, тебе молодой мотор. И еще не хватает стажа, но чувствуется задор. Ты принц, у тебя невеста, в корсете, в чулках, подсет. Но вдруг не хватает места для няньки и двух детей. И вновь переходный возраст, и вновь ты не эталон. Меняются габариты, растет на глазах столов. Меняются габариты, и выходи в свару. Ходовка слегка разбита. Вписаться бы в поворот, как было легко на Порше. Но эта пора ушла. Сперва ты меняешь Порше, потом промываешь шланг. И тебе купил новее, но тут же не магазин. Смеется крупная пель, давай не буксуй, вези. Вдруг лампочка на панели, и глохнет мотор в груди. И лучше в конце тоннеля, и ехали, выходи. Выходит душа наружу, и хлопает дверцый хлоп. Теперь ей уже не нужно телесное барахло. Сломалась внутри пружинка, и снова ты окрылёк. Шапанкова, закажи нам! Сегодня не за рулём! Сегодня не за рулём! Сегодня не за рулём! Кому ты сегодня не за рулём! Эй, сегодня не за рулём! Сегодня не за рулём! Сегодня не за рулём! Мой персональный рай! Толстая! Теперь и фоткой! Страшнее меня? Стирай! Я же не зря скучала! Так что давай! Держись! Эй, Тон! Ещё начало! А впереди вся жизнь! А как вы думаете, что страшнее бокса? Брови! Стирай! 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 Даже цветы в траве Теперь не того оттеночка! Чёрная фея кровей Ходит к плохим девочкам И соблазнит марш Пух от переносицы Это же татуа Он целых три года может И девочка бьёт тату В модном салоне в броннице Чтоб видели за версту Что это идёт модница Что делали? Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе И смеётся Она жертвой своей И потирает роженки Ходит с чёрной фате Все позвонки в апрельском ложеце Вы зовёте Кто маму не хочет слушаться Вот это вот не надо Ай-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй Давай про губы еще. Красота, как пупочная грыжа, Прет из женщины хоть убей. Нашу бабу узнаешь в Париже По накачанной верхней губе. Ни кокошник, ни запах махорки, Ни танцующий рядом медведь. Нашу бабу узнаешь в Нью-Йорке По накачанной верхней губе. Бабы русские, нелегко нам. Роговая на нас печать, Дели нефти и силикона. Есть ресурс, значит, надо качать. Значит, надо расправить знамя И достойно нести лицо, Чтобы видели, чтобы знали, Что боялись в конце концов В мире черного капитала, Где свирепствует Саммертайм. Саммертайм. Наша баба губу раскатала. Не попробуй ее. Закатай. Закатай. Закатай губешеньку. Закатай губешку, 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 губешку. Немножечко. Раунд! Немножечко покушать. Закатай губешку, 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 губешку. Субтитры создал DimaTorzok на 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Хочешь крепкого? Выкроем выходной, И все, что не клеилось раньше, с крепкими соединим под ногу. Я же читала про бедных девственниц И про кровавый душ. Может, по-простенькому, инъекции, пудра, помада, тушь, Может, останешься даже временно, даже на пару лет молодость. Милая. Современная. Слышишь? Ответа нет. Нет. Первый. Я его полюбила за то, что день был воскресным, А может, будним. И дежурили птицы на высоте, и за поем читался Бунин. Я его полюбила за то, что град, или снег был, тогда не помню. То ли Питер чудил, то ли Петроград, и читался Толстой, запойно. Почитались Весенин, Булгаков, Блок, Миреющего, все и сразу. Я его полюбила за легкий слог. Перечитанных на ночь сказок, он соткался из воздуха и возник. Он ко мне подошел и замер. В сердце спряталось робко за стопку книг. Он нахально взглянул в глаза мне. Перевязан желтую бечевую. Книжки сгладили приступ дрожек. От него не зависело ничего. От меня? Странно. Тоже. Даже когда печально. Села, поселки, в реке водица, сахар у проводницы. Ты научил меня так сходиться, чтобы не породниться. Быть адекватной и не ревнивой. Чаще смотреть сквозь пальцы. Солнце безжалостно жарит нивы. Только они не парятся. Видишь? Какая у нас Россия. Кроткая и босая. Ты научил меня быть красивой. А красота спасает. Все начинается от истока. Речка, любовь и лето. Ты научил меня быть жестокой. Спасибо тебе за это. Эту историю, которая легла в основу, рассказала мне девушка, которая ходила на квартирнике. Она сказала, Юля, хо-хо-хо. Это настоящая история. И послезавтра мы пойдем с ней на концерт Тани Булановой. А ты, мать, смотри. Уведут его? Уведут. Не отпускай гулять, пусть вертится на виду. А то еще встретит какую-нибудь звезду. Какую-нибудь начинающую актрису. Тебе скоро сорок, и ты уже не фонтан. Молью изъедена девственная фата. Тебя уже тянет к вязанию и котам. А это не добрый признак. Вот помнится, раньше Плясала ты на столах. И бармы науверяли, что есть талант. А утром смотрелась блестяще. Хотя спала Порой не больше часа. Тебе скоро сорок. Попробуй-ка не доспать. И сразу в лице и фигуре такой распад, Что нужно тащить свою тельце в ближайший спа. И склеивать эти части. И ехать работать. На шпиках и в пиджаке. Не то, чтобы не было денежек в кошельке. Семью ты не тянешь пока что при мужике. Работаешь за идеей. Ты хочешь быть личностью, И не следить за ним. И в офисном зеркале ты представляешь нимб. И говоришь, я еще покорю Олимп. Но прежде я похудею. Еще ты худеешь. Ты кушаешь творожок. Твой разум здоровым питанием заражен. Тебе мотивирует задница инстажен. С гламурного пьедестала И ты закупила на сайте цепучий корм. Мешаешь его с диетическим молоком. Склоняешь домашний к жиры, Завинить белков. И всех ты уже достала. Реально достала. Он так тебе и сказал. И чем-то недобрым светились его глаза. Сюда ты работаешь. Вечером фитнес-зал. Вот все твои интересы. Ты типа уже вышла замуж и родила. И можно ослабить семейные удела. И наконец-то свалить по своим делам. А все остальное бесит. А ей будет двадцать. Ну, максимум двадцать семь. Пока не разносит на пиве и колбасе. Когда в выходные Пожрать и убрать в бассейн. Вот главная роль невесты. И ей будут нравиться Ребрышки и шашлык. Поскольку диеты по молодости пошли. А все твои постные принципы Да пошли. А не эти принципы. Знаешь, какое? Место. Голодный мужик, он, как правило, Глух и слеп. Он чувствует запах. Он ищет себе ночлег. Как утки на патриках. Видя в пакете хлеб, Ко мне уже не бояться. А в ребрышках бес это тот еще Люцифер. Он возит субботу ягнят из окрестных ферм. И мажется кетчупом, Чтоб совершить трансфер. Из ребрышек прямо въедет. В начале, конечно же, будет крутой контраст. Случалось и бойкие девки с московских трасс. Нормальных мужчин погружали в глубокий транс. Наивным под обострастьем Она будет с ним увлеченно смотреть хоккей. И на любое хочу говорить хоккей. Плесать у бассейна с бутылкой в одном чулке. И кивая соседям здравоохраняем. Она будет пить с ним и трахаться. А потом? Потом ржавеет. Захочет побольше дом. Поскольку она дала свою девственность не за то, Чтоб он на ней экономил. А слышали эту историю? Про скашок. Любовница Сыпала во влагалище Порошок. А ты предлагаешь ему Обезжиренный Творожок. И это Смертельный Нот. Крепко-крепко А вам до утра плясать Тянут вечную Репку Актерские голоса Не люблю расставание Вам нужно увидеть мир Мое место Не с вами А между Двумя Детьми Актерские голоса Нежного Нежного Будет Туфельки покупать Пяточки целовать Но пока в пару шагов поманешь, а пока первые ласковые слова, выйдешь из комнаты и несомненно замуж, вечно бы девочка, вечно бы на руках, но пока ложку за папу и ложку за маму и за того сказочного. Жениха! Не воспитайте мальчика-козлом, зацикленным на сексе и продажах, пусть даже вы и женщина с веслом, но все-таки вы женщина, мамаша. Ведь каждого, злодея мудака, ведущего, в припрыжку синовала старушка-мать, качала на руках и в розовую жопку целовала. И говорила, деточка, ты знаешь, все женщины хитрые и меркантильные, они колдуют, чтоб пришла весна и заставляют, чтоб за них платили. Тебе я и стирают усилей, борща насыплю в банку от горошка, ты самый лучший мальчик на земле. Тебе, твой бабочка гондон, а ты хороший, и деточка, впитавшись молоком, концепция обиженной мамаши растет самовлюбленным мудаком. Зацикленным на сексе и продажах. Зацикленным на сексе и продажах. Ну, человек, который слышал, как я преисполняю этот номер, попросил, чтобы я сделала официальное заявление, что я не собираюсь на Евровидение. А Таня хочет замуж за миллионера. Так же, как Оксана, Наташа и Вера. А Катя хочет замуж за Бреда Питера. Особенно, когда две бутылки разбили. А Саша хочет замуж за футболиста. Сама она подсушена и не скрылась. Она постит в сеть эротичные видео. Но только у нее ничего не выйдет. А кто выйдет замуж, наверняка. И что, что хочет замуж за мудака? Не та, что красивая, умная, цельная. А та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая макрица. Каждая принцесса хочет запринься. Но это закон из вагон веков. Принцесса выходит за мудаков. А у вас это и песенки, да и вам волосы. А у меня, естественно, нету голоса. И это бесконечно тупое видео. Но я не собираюсь на Евровидение. А я вообще никуда не собираюсь. А у меня есть штопор и ящик сапирами. А кто не знает, сапирами это винчик. А выйдет замуж, это иск тичек. Ведь кто выйдет замуж, наверняка. Ты лишь та, что хочет замуж за мудака. Не та, что красивая, умная, цельная. А та, которая ставит реальные цели. А каждая букашка, вот каждая макрица. Каждая принцесса хочет запринься. Но это закон испаковка. И здесь не будет замуж, таков. Бонус, треха не будет, потому что это все эпоха инстаграма. Ау! Ау! Играет музыка В глубокой ночи освещает плед квадрат моего экрана. Я помню, у меня было 15 лет и не было Инстаграм. Не ставили майков на мой живот, Красивый и очень плоский. И был 90-й какой-то год, И спирт на разлив в киоске. Паленого спирта текла река, Кассетник ругался фоном, Я видела только издалека мобильные телефоны. У хмурых братков и роскошных дам В ботфортах на боссу ногу То были отчаянные года и культовые для многих. Кого-то убили, а кто-то скис от мака или от водки. Папаши чинили свои носки, Мамаши свои колботки. Подростки лечили свои угри и много воображали. А Танька учила меня курить у школы за гаражами. Мы с Танькой не знали о соцсетях, фолловерах или троллях. Мы с Танькой хотели курить в затяг и шибались без контроля. Все было понятно, что жизнь – игра, а Пашка Карманов – гений. И нам показался бы Инстаграм какой-то дурацкой хренью. А Пашка Карманов читал с трудом и тырил в трамваях цацки. На трубах в подвале устроил дом, Всех угощал по-царски. Он пел о принцессах до хрипоты, Как хочется целовать их. И лезли на песню в подвал коты, И грелись на стекловате. И капало с этих горячих труб, И пахло довольно гнусно. И будь у меня хоть какой, Ютуб, Вы б знали его искусство. Поскольку на Пашку ходили все, Спускаясь во тьму и влажности, Пашка бы точно тогда не сел. Зачем это пустой бумажник? Сегодня в сети всевозможный шлак И много хороших песен. Я Пашку искала, но не нашла. Наверное, мир не тесен. Звенел алюминиевой фольгой, Кудел мировой процессор, Впевала хэштеги. Валил контент, Но только не те принцессы. А тех из подвала простыл и след, И это ничуть не странно. Принцессы рули. В пятнадцать лет В эпоху бед Инстаграма Давай еще чуть-чуть парад. Большое спасибо! Очень приятно, Что вы пришли на нашу квартиру. Жизнь дана. Ступи наслаждаться. Свежим хлебом, ранее весной. В месяц поначалу ходят в штатском, Чтобы исполнить веселых снов. В первых чувствах, В радости причастиях добрых людям, Встреченных в пути. Столько ненавязчивого счастья, Что его не тяжело нести. Кто-то говорит, что счастье кратко, Души их ленивы, как и плоть. Вулкан остывает кратко, Но в душе по-прежнему тепло. Это линия главного богатства, Это линия нашей благодати Ни одной конторе адвокатской Словленных людей не оправдать. Ты не слушай их рекомендаций, Словленные люди часто врут. Жизнь дана, Чтоб ей наслаждаться. Это труд. Аплодисменты Ну, погодом, Городиумы Благодарим вас за то, Что вы явились сегодня на этом Нексquerском партене. Спасибо на ваши теплые, Улучшенные аппаратисты Эминокетики. Ставьте благодарить Нашим замечательным помощником, Наша прекрасная помощница на все руки мастер басов и перепостов Александра! Которая отвечает российские мастер на всех контактах и всегда, когда все остальные уже не отвечают! Наш замечательный музыкант, мульти-инструменталист, полипонист Артём Камисанов! На кухне! Просим, парней, выйти к нам сюда! Наши поверители, деды и алкоголя! Прекрасные, замечательные! О чём она? И, конечно, автор стихов, инициатор «Квартирника», интернет-поэтесса, общая подписка по всем социальным сетям составляет более миллионов человек, Юлия Соломонова и просто СОЛОКНО! А теперь, друзья, Андрей Соломонова, всё сядет и дедом, но это не главное. Главное, что мы сейчас сфотографируемся, делаем фоточки. Вот сейчас у нас автограф, сначала фотосет, а потом автограф-сет. Кому не нужен автограф, вы можете выпить, закусить и отправлять курс Бобера куда хотите, мы вас больше не держим. Кто хочет подписать, мы здесь, то один и что, мы имеем право находиться, истинно шуреть, подписать и прочее-прочее. Но лучший вариант – это пойти в «Ансенхл-хоттейль» и у них есть еда! Горячее! Ты издеваешься, девчонки думают, что это и есть, что думают, что курс Бобера съели. А я хочу! А ты вот ходишь, потому что, ну, автопати там, типа, маленькие, да, будет? Ну, там нужно сидеть обычно, мы туда все спускаемся, кто-нибудь никогда не спешит, не сидим. Ой, не спешите за скольки, иногда очень плохо. Ну что, друзья, давайте фотографируемся, да, давайте здесь встанем, Ань! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...